Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Так, ребята, к нашей любимой рубрике Потери российско-фашистских войск в Украине Значит, будем сейчас смотреть, где они их несли Почему, что и как Прежде всего, насыпали им Ну, уже, можно говорить, в нескольких точках Смотрите, Бахмут традиционно Наши там красавчики продвинулись, конечно, капитально И в городе, и больше километра за городом продвинулись И что справа, что слева от города То есть, наши продолжают такое, знаете, может быть, небыстрое, но неумолимое продвижение вперед Это отражается на потерях расистов Да, значит, Бахмут одна точка Дальше, Луганская область, где расисты пытались организовать несколько местных штурмов наших позиций Закончилось все, сами знаете, как для них Вторая точка Дальше, серьезные потери они несли на угледарском направлении И, естественно, Запорожская область Где наши традиционно давят В районе, очень грубо говоря, Пологи и очень грубо говоря Васильевка То есть, опять-таки, пытались переходить в контур-атаку Ну, самоубийственную абсолютно То есть, ничего у них не вышло Лишнего состава Нагробили себе капитальным образом Ну и плюс у них сейчас добавилась еще одна головная боль Это Херсонское левобережье О котором, кроме того, что это Херсонское левобережье, говорить не буду Но у них головная боль там сейчас есть Все Значит, по потерям Общее количество лишнего состава, которое было нигилировано у Путина за вчерашний день Составило 950 штук Соответственно, общие потери отправленных на концерт Кобзона рашистов Составляют 225 580 путерастов Немало тогда Но Путину же наплевать Вы сами прекрасно понимаете Его отношение к собственной армии, к собственным потерям Несущественно, скажем так Один танк за вчерашний день подбит Ну, один тоже хорошо Всего 4031 И сразу 14 бронемашин на Кноцкале Соответственно, общее количество 7200 Извините, не 200 7820 Много, много, много Опять-таки, ну ничего, Путина из личного состава много Он будет, как говорится, местные штурмы продолжать Вместо того, чтобы как-то их там хранить за броней У них такое не принято Дальше по артиллерии За вчерашний день была разбита 21 путинская пушка Соответственно, общие потери 4055 Самолеты-вертолеты Осталось старые позиции 314-308 А вот беспилотника за вчерашний день сбили много 10 штук Значит, общее количество 3482 Там среди них было, если я не ошибаюсь, 6 или 7 шахедов Пытались они и отработать Дальше Автотехника за вчерашний день 16 штук Всего 6751 И 5 единиц всяких рэбов Спецтехники Всего 557 Отработка продолжается на всех фронтах Значит, наши перешли Наши взяли инициативу и атакуют На Запорожском направлении Очень так обтекаемо, говорим, на Херсонском направлении И, естественно, Донецкое под Бахмутом Единственное место, где расисты пытаются отлечь наши силы Каким-то образом и себе атаковать Это Луганская область Ну, вот, сами знаете, когда Они посылают в атаку Мясо Ну, по-другому я даже не могу высказаться Потому что они сами своих пехотинцев Называют одноразовым мясом Это не мои слова, это их То эффект, получается, сами понимаете Какой для них, им же хуже Вот, то есть Ну что, наши продолжают владеть инициативой Наши продолжают освобождать По крайней мере, сейчас, скажем, будем говорить Запорожскую и Донецкую области Общее количество отвоеванных квадратных километров В настоящий момент 130 квадратных километров Далее будет Вся будет Украина